Я брался за любую работу, мне интересна любая работа, незнакомая мне. И в своей жизни пришлось даже на берегу некоторые вещи, когда я в отпуске находился делать, восстанавливать. Даже комбинат один я восстановил, которому он совершенников в отношении. Меня попросили, я помог его восстановить. На Риди Сан-Даймонд был звонок с Монаком, я там уже в офисе знали, что есть такое серьезное пассажирское судно. Никак они не могут его правильно запустить, это судно в работу. Попросили, чтобы я на две недели туда полетел, что-то сделал в этом направлении. Я прилетел туда, 38 национальностей. Что такое Украина, там никто не знал. Русскоязычный был один я. Вот прошли мы по судну, посмотрели, там ждут специалистов с берега, там ждут запчасти с берега. Никто ничего не делает, все чего-то ждут. У нас была другая школа в то время, у нас учили все делать своими руками и своей головой зарабатывать. Поэтому, когда через две недели все у них заработало, ну не все, допустим, процентов 90 от того, что было поломано, заработало. Тогда уже начали они говорить украинский стиль работы, украинский менталитет. Хотя до этого они знали только Одессу, а что такое Украина, там они как бы в то время не подозревали. И прилетел суперинтендант итальянец, мы прекрасно с ним знакомы. Когда увидел меня на борту этого судна, он говорил мне там остаться. Мне выделили прекрасную каюту, дали хорошую зарплату, хорошую должность первого инженера. И я там остался так где-то пять контрактов, я там коротких отработал. Ежем прочим, после того, как я оттуда ушел, ну я из наших один там был, там все иностранцы. Меня подменял Норвег, меня подменял Болгарин. Они долго не задерживались, поэтому у меня отпуска практически никогда не было. Мы все время возвращали на борт судна. И что интересно, даже отзыв мне написали, когда я оттуда уже уходил, я собирался заняться судоремонтом. Я вообще-то собирался заняться переоборудованием флота, потому что я видел, что мы можем сделать. И мне интересно было создать универсальную бригаду, которая может сделать, делать все. И когда я оттуда уходил, мне написали такой отзыв, я так смеялся, что рекомендуется на любую вышезанимаемую должность системе Рэндисон. У меня даже это тот отзыв я для истории, его где-то для детей сохранил. После этого я начал заниматься, приехал сюда, начал заниматься судостроением, судоремонтом, переоборудованием пассажирского флота. Много мы отработали интересных работ, поработал на Ильичевском заводе, в судоремонте. Но желание, конечно, возродить у нас судостроение, огромное желание на Украине возродить. Пытаюсь в этом что-то для этого сделать. У нас еще есть возможности. Я знаком с многими проектировщиками, которые остались, аж старая школа, которые могут проектировать, могут строить. Есть специалисты, которые еще сохранились, которые так же само. У нас судоремонт не в очень хорошем состоянии. Некоторые изъявления, может быть, в чем-то недопонимают, как можно заработать на судостроении. Что недостаточно только пескоструи красить корпус. Основные деньги нужно зарабатывать на переоборудовании флота. Когда я был в Сингапуре, заканчивали переоборудование этого судна. И обратил внимание, там стоит огромнейшая очередь на переоборудование. Мы это ничего не применяем. Самое интересное, что в начале своей работы, когда я с ребятами выезжал за границу, на переоборудование, нам иностранцы аплодировали. Когда они возвращаются сюда, а специалисты-то с наших заводов. И когда я с одним из замдиректоров разговаривал, он говорит, у нас нет специалистов для этих работ. Я говорю, как это нет, когда ваши же специалисты им за границей аплодируют, они возвращаются к вам на завод, а вы говорите, что у нас нет специалистов. То есть, значит, нужно что-то менять в сознании людей и начинать работать. Нужно рекламировать себя, правильно рекламировать. Не только просить деньги, нужно, наверное, начинать просить работу. Ее качественно, хорошо делать, вовремя. И показывать, что мы можем делать. Когда мы переоборудовали пассажирские суда, чтобы вы понимали, там должна быть строгая дисциплина. И в чем наша фишка заключалась в том, что ребята все универсальные. Нам не нужно приглашать там 10 специалистов. Один по изоляции, один по интерьеру, третий сварщик, четвертый корпусник. Один человек в лице четырех может сделать то, что обычно делают, то, что привыкли, что должны сделать четыре, у нас сделает это один человек. Вот это вот ценится и в Европе, и в Америке, очень ценилось. Впрочем, они до сих пор растягивают наших специалистов, платят им прекрасные деньги, почему-то там можно платить, а здесь эти же деньги нельзя платить. Значит, мы не умеем организовать работу. Впрочем, судовладельцев я тоже, там ни одного судовладельца не видел бедного. Только с чего-то здесь на Украине все судовладельцы бедные. Пассажирский флот переоборудуется, почти что дооборудуется каждый год. Каждый год небольшой ремонт, он становится на 10-15 дней. Там если меняют компьютерную технику, ее просто меняют все, не только мышку, а просто подошел срок, ее меняют. И на все есть деньги. Если меняют телевизоры в каютах, вот прошли, все выбросили и поставили все новые. Мы все хватаем. Социальный туризм очень развит, там очень много туристов именно по социалке катается. Им многим выгоднее находиться на судне, чем на берегу, оплачивать коммунальные услуги и все такое. Просто нас преподносят украинцев всегда как одной из самых дешевых рабочих сил, поэтому на нас так все и смотрят. Когда я работал на этом Рейдисоне, в Норвегии добивались, что у меня зарплата должна быть даже выше, чем у них, а кто-то из руководителей говорит, нет, для украинцев он и так очень много у нас получает. То есть идет где-то информация в верхних, в высших кругах, что между собой, что нам достаточно так, на минимуму, и они этому будут рады. Просто некоторые вещи мы можем сделать лучше и быстрее, чем судоремонтный завод. Вот, чтобы вы понимали, даже как-то была интересная работа в Австралии. За 12 суток нужно было навесить 26 балконов, то есть из полулюксов сделать люксы. Это нужно было вырезать наружный борт, вставить стеклопакет, восстановить интерьер и по наружу на весе 26 балконов судно находилось в доке. Это все нужно было работать с люльки на весу. И мы эту работу сделали за 8 дней. У нас еще осталась школа очень хорошая, проектная по строительству судов. Даже Николаев очень серьезный был судостроительный завод. Это все теряется, это все где-то размазывается. Часть оборудования на металлолом сдается в Николаеве. Вот так вот оно все постепенно затухает, затухает. Для развития бизнеса, для развития нашего бизнеса, маломерный флот очень интересен. Взять регионы, допустим, как-то сын работал в Измаиле, обратил внимание, что там просто, ну так по-черному, катерами зарабатывают ребята большие деньги. Они туда, небольшие пассажирщики заходят, немцев покатали, там еще покатали. Можно делать небольшие катера, у нас строить, отдавать в аренду и по мелководью запустить их. Вот уже живые деньги, и экипаж зарабатывает. Небольшие, чтобы облегчить документацию разрешительную, небольшое судно, небольшой вместимости. Там 10-15 человек, там, кажется, разрешенное 12, не помню. Два человека, экипаж и по мелководью пускать. Я обратил внимание, что им интересно наше питание. Вот когда финны прилетали, дегрегация ко мне прилетала в Одессу, я хотел их утром, мы уже все вопросы решили, производственные, в обед им вылетать. Я хотел их провести по Одессе, показать достопримечательность. Они говорят, Владимир, а можно еще раз борща скушать? Серьезно? Так же самое, в Норвегии как-то зашли, захотели посмотреть, как я живу, смотрят, у меня там помидоры, Микадо. Они побежали сразу в облагород, начали кушать. Говорят, что это такое? Я говорю, это у вас, закроешь глаза, не поймешь, помидоры или клубника. Резина и без аромата. Вот, допустим, вот видение яхт-луба. Яхт-луб мы рассматриваем как? Рассматриваем просто сделать стоянку дорогих яхт, чтобы он тебе заплатил за стоянку. И все. Он больше ни о чем не думает. Мое видение другое, что нужна современная клиника небольшая возле этого яхт-клуба. Какой-то зал, трансформер. Он же и концертный, он же и выставочный. Базу данных создать, небольшой бизнес-клуб. Базу данных, потому что владелец яхты, он, как бы, можно его рассматривать как потенциального инвестора. Нашу пусть будет, иностранец, все равно. Но если человек имеет яхту там за несколько миллионов, он может, его можно рассматривать как потенциального инвестора. Делать базу данных интересных, перспективных инвест-проектов. И человек-консультант, который может ему рассказать правильно, преподнести вот это. Вот меня интересует, допустим, развитие морского бизнеса. И вот мы ему рассказываем, вот у нас есть такой проект, есть такой проект, есть такой проект. На такую сумму. В чем бы ты хотел или можешь участвовать? Он говорит, о, вот это, наверное, мне подойдет. Ну, в этом плане, мне кажется, еще никто не работает. Нужно развивать возле островов, возле кос, возле городов, которые не имеют своих морвокзалов. Можно построить временные плавы, плав причалы для того, чтобы удешевиться при строительстве причала. Можно строить стационарно, которые будут приличные деньги строить. Можно построить плавучий причал. Он недорогой, как бы можно его временно использовать. Он может быть передвижной, если судно переходит в другой какой-то порт назначения, там, пункт назначения. Можно катером его перебуксировать на другое место. Так же самое, если ты хочешь высадиться где-то на косу, так же самое этот причальщик отбуксировал к этой косе. И катер всегда к нему встанет, судовой катер и высадит пассажиров. Это всегда использовалось на всех, в Карибском бассейне используется, Шпицберген, там, бухта Магдалена. Так же самое высаживаются с катеров люди. Вот развитие, развитие небольшого бизнеса, небольшого суда, небольшой вместимостью. Семья садится себе, поехала по речке, это Дунайд, это же Евросоюз. Так же самое, этот же бизнес можно использовать и на других реках. Предлагать не только, мы же предлагаем, только ждем туристов, туристических, а о экипажах никто не думает. У нас только судов стоит, в Южном, в Величевске, в Одессе. Предложите экипажам. Я работал как член экипажа, я посмотрел весь мир, меня везде возили на экскурсии. Никто же ничего не предлагает у нас здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!